Школьное перемирие не соблюдается. Представители Минской контактной группы просят выйти на видеосвязь завтра. Но в прифронтовом Верхнеторецком новых переговоров ждать не стали. Линейку в честь 1 сентября отменили. Верхнеторецкое поселок, который война расколола на две части. Здесь договоренности о школьном перемирии игнорируются. Единственная школа в поселке лишь в километре от огневых точек. На учительском собрании тут ради безопасности детей решили и в этом году обойтись без торжественной линейки. Раисе Михайловне 60, она преподает химию, в школу добирается через блокпосты. Иногда из-за обстрелов пропускает уроки. Выехать за линию соприкосновения ей некуда, но работать на неподконтрольной территории отказывается. 1 сентября за эти парты сядут и дети, которые так же, как и их учитель, живут на неподконтрольной территории. Сегодня мы приняли и будем принимать. До нас приходят дети с Ясеноватое, с Пантелеймоновки. У нас уже таких около 5 детей пришло до нас с той стороны. Они у нас бесстрашные. Надо, они у нас приходят и после обстрелов. Чем ближе к передовой, тем перемирие нарушается чаще, говорят военные. В основном ночью происходят провокации. Тяжелое вооружение пока молчит. Анастасия Ячкалова, Даниил Городецкий, Роман Ведмеденко. Специально для телеканала Донбасс.